и снова здрасте приветствую всех на своем канале и в этом видео будет у нас идти про термоклей речь а именно применение его в быту как вы помните месяц назад я выкладывала видео можно ли с помощью термоклея приклеить разбитую посуду вот такую ложку я склеивала замечательная подставка под черпак подложки вилки вот и буквально на днях она уже расклеилась довольно таки месяц это хороший срок я скажу для этого клея естественно ложку мне купили но посмотрите на этот размер ну разве сюда можно положить черпак это какой-то детский размер не до ложка под вилки и ложки вот сравните что это сюда можно положить черпак а тут уже ну такое поэтому я опять буду склеивать эту ложку пока не найду ей подходящую замену именно ложку таких размеров под черпак хозяюшки меня поймут вот что дальше приключилась за это время это 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 штука включается в розетку и эта штука с под роутера или от вас нет это от вай фая и вот что случилось я попробую с помощью термоклея склеить не знаю насколько она прослужит как долго да но тем не менее попытаюсь потому что так уже как бы совсем не комильфо конечно стремненько склеивать его что я уже назад поставить не могу посмотрю как мне получится ну что так уже она не годится так для начала мне нужно разобраться с этой ложкой сделаю я это очень быстро остатки клея я убираю все брала клей у меня уже разогрелся и таким вот нехитрым способом наношу на то место где буду склеивать наношу так вот густенько не жалея клея сейчас он будет вылазить со всех сторон вот и пока он полностью не остыл слюняем пальцы и прижимаем разглаживаю по шву все стерильно все и пусть себе он там остывает спокойненько надеюсь еще на месяц мне его хватит потому что ложка это просто незаменимый атрибут у меня на кухне теперь я займусь этим устройством наверное чтоб клей туда не залазил я сделаю следующим образом я соединю вот так вот все и наверно поверх пройдусь клеем лучше сделать так конечно это будет наверное не очень аккуратно не совсем статична но надеюсь что на время это поможет и не даст полностью этому устройству поломаться конечно можно взять супер клей аккуратненько склеить ну зачем у меня же есть термо клея так вот густая нанесла я сопельки от клея убираю и пока клей полностью не остыл я мокрым пальцем прижимаю прохожусь по шву скажем так это склейка экстремально то есть не экстремально в экстренных случаях и посмотрю как долго прослужит такая склейка данной конструкции все клей себе остывает следующих видео я покажу как долго прослужила такая экстренная склейка ну а пока так как вариант все готово так что очередной раз термо клей мне помог в хозяйстве если вам было полезно это видео как всегда ставьте лайки подписывайтесь на мой канал я думаю что вы найдете для себя что-то интересное на моем канале так как я не только этим увлекаюсь но пишу картины делаю поделки и даже готовлю да 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 не такая но на этом пожалуй все до новых встреч пока пока ну и так же хочу вам показать помимо того что склеивать это термо клей можно с помощью него склеить приклеить переклеить заклеить выклеить можно также его в творчестве использовать это просто незаменимый клей в творчестве для себя его открыла и ни капли не пожалела да я себе купила самый дешевый термо клей самый дешевый клей пистолет и И так как не знала, как с ним работать, но тем не менее, это просто сейчас для меня незаменимая вещь. Она очень хорошо мне помогает в творчестве, и я стала быстрее развиваться, делать подделки всевозможные. И вот, собственно, что я еще сделала. У меня есть, кстати, видео, как я делала вот такой вот стаканчик для своих цветных карандашей. Я просто восхищена, я просто безумно рада, потому что это прелестно получился стаканчик. Сюда помещаются все мои карандаши, и ножницы, и линейку я сюда ставлю. Чудесно, и оно такое на ощупь мягкое, хорошее. Блин, это лучше, чем он бы стоял в каком-то... Ну, это лучше, чем бы в стаканчике каком-то, либо в баночке стояли мои карандаши. Просто замечательно. И мне очень нравится, какой она на ощупь. Есть видео на моем канале, как я его делала. Также вот такую вот замечательную, прелестную, великолепную, приятную на ощупь елочку я сделала чистой из горячего клея. Чистой из этого термоклея. Она просто безумно мне нравится. Ничего с ней не случилось, она не рвется, не ломается. И такая приятная, силиконовая какая-то на ощупь. И когда она подсвечивается огоньками, гирляндочкой, очень красиво переламливается свет. И светопроницаемость такая вообще, она как будто вся вот меняется цветами разными. Очень красиво. Я безумно довольна. Ну и естественно, можно декорировать стеклянные бутылочки, вазочки, баночки. И вот тоже есть у меня видео, как я декорировала бутылочку с помощью термоклея и акриловой краски. Вот это все, друзья мои, это все термоклей на бутылке. И такая вот бутылка получилась. Так что, если вы еще думаете покупать ли горячий клей, термоклей, горячий клей-пистолет, не думайте долго, просто возьмите и купите себе бюджетный пистолет, как сделала это я, он стоит в районе 100 гривен. Купите к нему стержни и творите, чудите, делайте какие-то подделки. Включайте в ход свои фантазии, она у вас будет еще больше разыгрываться, соображать какие-то свои новые идеи. Будете делать, творить красоту и чудеса. Не бойтесь экспериментов, пробуйте, я просто вас к этому призываю. Вот такие вот прелести. У меня на данный момент это пока, это пока на данный момент из этого клея. Дальше я еще буду делать. Так что подписывайтесь обязательно на мой канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, чтобы не пропускать видео с разными остальными моими подделками и многое другое. Теперь на этом все. И до новых встреч. Вам всего наилучшего творческого вдохновения. Пока-пока.